Основа деятельности – мобилизация доходов. Руководитель администрации Фрианова Олег Болотин выступил перед депутатами с ежегодным отчётом о результатах деятельности администрации за 2017 год. Второй по площади в Щелковском районе муниципалитет провёл анализ экономических показателей, результатом которого стала претензионная работа с должниками. Доход бюджета городского поселения Фрианова за 2017 год, по сравнению с 2016, увеличился на 4,5 миллиона рублей, или это составляет 3,2%. Увеличились у нас поступления по следующим видам налогов. Налог на имущество физических лиц на 191%, это 2,5 миллиона рублей. Земельный налог с организацией на 593%, или 17 миллионов 895 тысяч, соответственно. Почти вдвое выросла собираемость по земельному налогу с владельцев загородной недвижимости. Выявлено более 550 земельных участков с неоформленными объектами капстроительства. Эти средства поселения напрямую направляют на развитие своей инфраструктуры, в частности, строительство газопроводов. Предусмотрены мероприятия по газификации населённых пунктов в городских поселениях Фрианова. Строительство газопровода Массайской Кастыши, строительство газопровода Горбуны. Проект уже прошёл государственную экспертизу. Голубое топливо дошло и до деревни Ерёмина. Осталось выполнить разводку по домам и к муниципальной котельной, пока работающей на угле. В планном порядке заменили фонари уличного освещения на улице Молодёжной. Приведены к нормативному состоянию дороги в Головине и улице Первомайской. Улица Первомайская, 24, вошла в программу благоустройства и строительства детской игровой площадки в 2017 году. Мы видим, какая она красивая, благоустроенная. Также выполнен дворовый проезд и вот эта парковка на более чем 20 автомашин. Власти Фрианова применяют комплексный подход к благоустройству дворов. Это направление в работе муниципалитета стало приоритетным. Отремонтированы дворы в микрорайоне номер один, в деревне Ерёмина и ещё по трём адресам. Это 100% от запланированного объёма. Закатаны в асфальт парковочные карманы по улицам тракторной и механизаторов. Проложены пешеходные зоны по Молодёжной, Тексильщиков, Лепёшкиной и Советской. Это без малого тысяча квадратных метров тротуаров. Доклад был удовлетворительный, хороший. То есть настолько, насколько нам это было нужно. Потому что, я ещё раз говорю, все основные проблемы, все основные наши задачи, которые были поставлены, мы их знаем. В 2017 году районные депутаты утвердили генплан поселения. Своего рода стратегию устойчивого развития Фрианова до 2035 года. Важнейшая основа для привлечения инвестиций. И эту задачу отчётливо понимают фриановские депутаты. Уже давно я этим вопросом занимаюсь и занимался, чтобы у нас взять во Фрианово развивались производства, открывались новые места, чтобы налог шёл в государство. О поддержке выбранного курса говорит и единодушное принятие депутатами отчёта руководителя администрации Фрианова. Михаил Налётов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щёлково». У нас вопрос, а почему работает...